Привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас зеленый смуки айс, потому что мне нравится снимать более яркий макияж. Мне кажется, вам это тоже нравится. Поэтому сегодня у нас будут вот такие глазики и очень-очень нейтральные губки. Поэтому, если вы хотите узнать, как вот это все получить, то вы в подходящем месте. Внимание на экран! Я начинаю с того, что я наношу два тональных крема. Первый это Essence All About Matte оттенка 30 Matte Scent. И второй это Maybelline Better Skin оттенка 05 Светло-бежевый. Я их смешиваю и наношу на свое лицо. Дальше я беру консилер Nars оттенка Custard и наношу его под глаза. Дальше я беру корректор Essence оттенка Forget It. И с самой темной частью замазываю все прыщи, которые у меня на лице, которые не замазал мой тональник, потому что моя кожа на что-то снова очень сильно реагирует. Я пока не очень понимаю на что, но я над этим работаю. Вы знаете, как с ним бывает. А дальше я беру базу по оттене Lorac Behind the Sins. Наношу ее на веки. Теперь я беру пудру L'Oreal Infallible оттенка 160 песочно-бежевый. Теперь я беру давно забытую палетку H&M оттенка Biscotti Dreams. Из нее я беру вот эти вот коричневые тени, наношу их в складку между веками. Их же на нижний век. Дальше я беру тени L'Oreal Infallible оттенка 009 Permanent Caki. Да, мы каждый раз это название доставляют. Каждый раз. Это прелестный мерцающий зеленый цвет. Я его наношу на все подвижные века. Каждый раз, когда я пользуюсь этими тенями, а я ими пользуюсь очень редко. И я каждый раз их наношу и думаю, почему я не пользуюсь этими каждый день? А потом я забиваю на них еще несколько месяцев. Теперь я беру палетку Maybelline Bronze Drama. Отсюда я беру вот этот вот зеленый цвет. Наношу его на внешнюю часть верхнего века, если вы понимаете, о чем я. Если я не очень ясно выражаюсь, то, по крайней мере, смотрите, куда я его ношу. Вот сюда. Его же на нижний век. Теперь я беру вот этот вот самый темно-зеленый цвет и наношу его совсем в уголок верхнего века и немножко в складку между веками. Теперь я снова все это растушевываю коричневыми тенями H&M. Теперь я беру карандаш Essence из коллекции Come to Town оттенка The Most Wonderful Tree. Вы можете взять любой зеленый карандаш для глаз. И им я подвожу нижние веки. Теперь я беру карандаш Urban Decay 24х7 оттенка Zero. Наношу его на внутренний век. Дальше я беру свою любимую подводку Artvisage Cat Eyes и рисую небольшие стрелки. Или большие, как пойдет, вы знаете меня. Так, она кончается. Она очень кончается. Скоро увидимся в пустых баночках, крошка. Дальше снова вот эта палетка Maybelline. Из нее я беру самый светлый цвет и наношу его под бровь в уголок глаза, как обычно. Дальше я беру свою любимую тушь L'Oreal Telescope и прокрашиваю свои реснички, как я это обычно делаю. Теперь брови я, естественно, беру карандаш Evo Mosaic оттенка Анютина глазки. Потому что это мой самый любимый карандаш для бровей. Рисую брови, как я это всегда делаю. Вы знаете. Теперь я беру гель для бровей Artvisage оттенка светло-коричневый. Фиксирую свои брови. Дальше я беру палетку Elf с бронзером и с румянами оттенка Saint Lucia. Из нее я беру бронзер и наношу его. Немного этого же цвета в складку между веками. Вы знаете, каждый раз, когда я крашусь, я наношу бронзер в складку между веками, чтобы все это смотрелось поестественнее. Это каждый раз делает макияж как-то более лучше. Просто лучше, окей? Это делает макияж лучше каждый раз. Румяна Vivienne Sabo оттенок 42. Обожаемые. Давайте нанесем их. Так, теперь люминайзер Buxom оттенка Divine Goddess Luminizer. И, наконец, для губ я беру блеск Artvisage оттенка 305. И это очень нейтральный, приятный нюд, который я обожаю и который, мне кажется, сейчас отлично подойдет к этому макияжу. Ну что, готово? И это то, что у нас получилось. Ну что, друзья, это все. Я очень надеюсь, что вам было интересно и что вам понравилось. Спасибо вам большое за просмотр. Я вас всех очень-очень люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok